На других посмотреть и себя показать. Пока участники арт-фестиваля «Город Больших Надежд» готовили свои работы к конкурсной программе, гости мероприятия учились рисовать и мастерить шляпки и маски, расписывать ткани, делать кукол-берегинь. Мастер-классы для всех желающих подготовили художественные школы и школы искусств Владивостока. Морские мотивы в графике, скетч, городские зарисовки, роспись мехенди, волшебные цветы – это лишь небольшая часть мастер-классов, в которых приняли участие гости арт-фестиваля. А у тех, кто мечтает стать архитектором, была возможность создать модель дома из бумаги, придумать фасад, украсить его различными деталями. К заданиям ребята отнеслись ответственно, и пока они старательно готовили свои подделки, для них выступали детские вокальные и хореографические коллективы Дома культуры, традиции и современности. Для большинства ребят арт-фестиваль – отличная возможность поделиться тем, чему научились за прошедший учебный год. Работы к конкурсу объемных панно юные художники подготовили заранее. Кто-то изобразил Владивосток таким, как видит его сегодня, а некоторые представили, каким будет их любимый город спустя несколько десятилетий. Каждая школа, детская школа, искусство, художественная школа, выполнили коллективную работу из пластика, из материала фомикс. На тему, как мы видим город Владивосток, их концепция. И мы там видим и огромную раковину, в которой мы видим иллюминаторы. Мы видим город будущего с небоскребами, такое архитектурное решение. Мы видим фантазию, где чайка летит, и какие-то образы рождаются. Оценивала арт-объекты компетентная жюри. В его состав вошли заведующие художественными отделениями и преподаватели. Победила работа воспитанников детской художественной школы номер 3 Екатерины Митиной и Данила Хаманеева. Мы изобразили архитектуру будущего, мы изобразили достопримечательность Владивостока, это маяк. Над нашей работой изображен ангел. Ангел представляет у нас мир и доброту в городе. Работы мы хотели передать, чтобы все время над Владивостоком было только доброта и мир. Также юные художники Владивостока не упустили возможности и устроили пленэр. Анна Бережная, Новости на Восьмом.